Приветствую вас. Я, Наталья Думыч, думаю, что перед тем, как вступать в отношения с мужчиной, да, перед тем, как начинать отношения с мужчиной, вам имеет смысл разобраться в себе, потому что вы первая не проявляете инициативу, если вы первая не проявляете инициативу, то вы зависите от инициативы другого человека, то вы зависимы. Если вы зависимы, вряд ли вы будете счастливы в отношениях с мужчиной. Поэтому, если вы не можете сделать первый шаг, если вы боитесь сделать первый шаг, не можете, то с этим нельзя работать, это заниженная самооценка и страх отказа. Вот. Это вам мешает быть естественным, потому что, ну, мужчина может снять смысл. Все вам, в любом случае, нужно первый, если вы хотите, готовы вам его с мужчиной сделать первый шаг. Вот. Только первый, не более того. С другой стороны, если вы считаете, что первый шаг должен сделать мужчина, то в таком случае этот человек явно не для вас. Потому что он ваши ценности не разделяет. Следующий момент. Важно понимать, почему вы познакомились именно в интернете с мужчиной и что между вами общий он. Знакомство в интернете редко происходит просто так. К правилу людей туда приводят негатив. Негативный опыт личный. И его необходимо проработать, чтобы он не влиял. Если мужчина был женат и развелся, и у него случилось что-то случилось, то на нем лежит часть ответственности за эти происшествия. И очень важно понимать, что это за ответственность, какие черты мужчины привели к этому. Поэтому здесь тоже нужно быть осторожным. Наконец, для вас важно понимать, какую направленность имеет отношение для вас. Мужчина относится с вас на 13 лет, если я правильно понял. Вот. И такая разница в возрасте тоже может являться переносом ваших собственных внутренних конфликтов, при условии, если вы просто не хотите сделать этого человека счастливым. Ну, судя по тому, что вы пишите, нет. Судя по тому, что вы пишите, не хотите, иначе бы уже давно сделали первый шаг. Вот. Значит, в отношениях вы хотите что-то для себя получить. В отношениях вы выступаете такой нуждающейся немножечко страной. Вот. Ну, соответственно, понятно, что мы всём нуждаемся и снизить эту историю, для того, чтобы не ограничивать себя, не зажимать себя и быть максимально естественным, опять же. Вот. Ну и снизить уровень мотивации по взаимодействию с этим мужчиной. Я понимаю, что текст это такая выжимка из вашей проблемы, но у меня создалось такое чувство, что вы прям ждёте, когда он вам напишет, напишет, ответит и всякое такое. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что помог вам. А... Есть ощущение, что вы себе не доверяете. То есть вот, понятно, что у вас здесь не годит именно сама ситуация определённости. А вы пишите, не пойму почему, не пойму, не пойму, не пойму. Вот. То есть чувствуется, что вы напряжены, чувствуется, что вы как-то вот, знаете, так. Ммм... Чувствуется, что вам нужно для... Эээ... Ощущение определённости вам нужно... Ммм... Чтобы другой человек дал обратную связь. А сами вы не готовы. Вот. Над тем, чтобы доверять себе и выстраивать свою реальность, психологическую, духовную и физическую, основываясь на своих собственных чувствах, ощущениях и желаниях, ну, не стоит поработать. Вот. Тогда ни один человек не будет иметься над вами связи. В данном случае мужчина оказывает на вас достаточно серьёзное влияние. Это при том, что вы, как я понял, не виделись никогда. Что вас вот охватывает желание, охватывает какая-то надежда, охватывает мечты. В данном случае это мешает. Так вот, не получается относиться к отношениям, как вот, к чему-то такому и всего. Ну, может, что-то получится, а может, не получится, не получится, всего-то. Вот. Ну, опять, к вам. Эээ... Это не обвинение, не обвинение. Я понимаю, что вы нуждались... Эээ... В чём-то. Эээ... Но... Нуждаемость не делает вас... Эээ... Эээ... Такой... Эээ... Эээ... Как бы... Свободны. К сожалению. На этом всё. Ещё раз, эээ... Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи!